Международная конвенция по карантину и защите растений МККЗР. Многосторонний договор, который содействует глобальному сотрудничеству в области защиты растений от вредных организмов, таких как плодовые мухи, вредные организмы, которые могут быть интродуцированы и распространены через международную торговлю. Плодовые мухи представляют собой серьезную проблему для международной торговли, поскольку при их обнаружении во фруктах торговля может быть остановлена. Именно поэтому был разработан и недавно реорганизован комплекс международных стандартов по фитосанитарным мерам в отношении плодовых мух. Если страна захочет экспортировать фрукты, этот набор стандартов сможет облегчить этот процесс. Он начинается со стандарта MSFM37 для статуса растения-хозяина, который вызывает вопросы, может ли этот плод быть растением-хозяином для плодовых мух. Другими словами, если плод, такой как кокос, невосприимчив к плодовой мухе, вредный организм не сможет заразить ее, он не является растением-хозяином и поэтому сможет непосредственно проследовать на экспорт. Но если есть вероятность того, что вредный организм заразит плоды, то вопрос заключается в том, поступает ли плод с зон свободных от плодовых мух. Если это так, то он может экспортироваться. Однако, если в зоне присутствуют плодовые мухи, то страна должна применять дополнительные фитосанитарные меры для снижения риска представляемого растениями-хозяевами плодовой мухи, которые могут интродуцировать данный вредный организм в страну импорта. Эта схема называется системным подходом. При системном подходе страна-экспортер применяет две или более независимых фитосанитарных мер. Интеграция этих мер снизит риск интродукции вредных организмов при торговле фруктами до уровней, приемлемых для импортирующей страны, и в то же время будет способствовать обеспечению высокого качества экспортируемых фруктов. Фитосанитарная схема, в соответствии с которой может осуществляться торговля, определяется и согласовывается заинтересованными сторонами на основе МСФМ или если она технически обоснована. Это осуществляется посредством двустороннего соглашения между организациями по карантину и защите растений, как экспортирующих, так и импортирующих стран. Посредством внедрения международных стандартов по фитосанитарным мерам страны защищают растительные ресурсы от плодовой мухи и в то же время обеспечивают применение обоснованных мер, способствующих безопасной торговле.